Сегодня 2 марта. 2 марта 1779 года. Санкт-Петербургские ведомости сообщили о создании первого прообраза прожектора. Удивительное зеркало, которое умножает свет в 500 раз, изобрел нижегородский механик-самоучка Иван Кулибин. Мастер продемонстрировал свой прибор, осветив им из окон Академии противоположный берег Невы. Вскоре фонарь с зеркальным отражением стали применять в быту и на военном флоте. В селе Выходцево Ставропольского уезда на средства прихожан выстроили взамен сгоревшие новую церковь во имя Архангела Михаила. Престол осветили 2 марта 1856 года. 2 марта 1895 года. Самарская городская дума создала специальную комиссию по устройству в городе электрического освещения. В нее вошли губернский архитектор, механик и инженер. Позже, когда Самара засияла огнями, члены комиссии досконально проверили соблюдение противопожарных норм и посмотрели, как вписываются осветительные сооружения в архитектуру города. Больше всего светильников было на Дворянской. Впрочем, главная улица города могла вполне претендовать на звание «Самой сладкой». Здесь были сосредоточены лучшие магазины, торгующие сладостями. 2 марта 1900 года. На Дворянской открылась очередная кондитерская. К тому времени в городе их было уже 12. Причем, каждая создавала свои собственные рецепты тортов, пирожных и конфет. Нередко местные кондитеры использовали секреты других национальных кухонь. Рассказывали, что один из владельцев Самарской конфетной фабрики, некий господин Метцлер, женился на дочери короля сладостей московского предпринимателя фон Эйнама. В качестве приданого молодая семья получила капиталы и поддержку для развития своего дела. А самарцы стали пить изысканный горячий шоколад фабрики фон Эйнама. Два года назад, 2 марта 2012 года, Театр юных зрителей Самарт провел театральный фестиваль «160 персонажей». Он был посвящен 160-летию Самарской губернии. В течение всего года зрители Самары познакомились с лучшими спектаклями профессиональных и самодеятельных театров Самарской области. Выдающийся русский поэт Евгений Боротынский, основоположник научной педагогики в России Константин Ушинский, талантливый российский актер Юрий Богатырев, первый и последний президент СССР Михаил Горбачев, известный художник-модельер Вячеслав Зайцев. Все эти известные люди родились 2 марта. По православному календарю в этот день свои именины отмечают Михаил, Николай, Роман и Федор. Сегодня празднуем Государню Масленицу, провожаем зиму и встречаем весну. Вернемся к знаменательным датам завтра. Всего хорошего!